Составление трёхстороннего заявления по Карабаху представляло собой довольно сложный процесс. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что авторами документа являются три стороны – лидеры Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении. Москва как посредник обязалась обеспечить мирное разведение воюющих сторон. По сути, мне пришлось на себя роль посредника, выслушивал их требования, претензии к тексту. Фактически такая равноправная, равноценная, трёхсторонняя работа. Но это произошло вот именно всё в этот день или ранее уже какие-то намётки? Именно в этот день. Прямо, скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение. Но надо отдать должное, и в этих условиях, конечно, всё-таки борьба шла за обеих сторон, за каждую фразу, за каждый пункт. Можно сказать, за каждую запятую. Владимир Путин также назвал претензии Еревана в адрес Кремля необоснованными. Напомним, в Армении считают, что Москва должна была оказать военную поддержку армянской стороне. Президент России вновь дал понять – потакать захватнической политики Еревана никто не будет. Бои шли не на территории Армении, в который раз подчеркнул глава Российской Федерации. С точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы, являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики. Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участниц этого договора. На территорию Армянской Республики никто не покушался. И это не давало нам никакого права принять прямого участия в этих боевых действиях. «Достигнутой договоренности президент России назвал справедливым и для армянского, и для азербайджанского народов. Это решение, по словам Владимира Путина, было наиболее подходящим в сложившейся ситуации». Шамистан Мамедов, CBC Шамистан Мамедов, CBC